Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что у Instruction Set Architecture x86 и x64 есть специальные режимы обращения к памяти, которые позволяют использовать для вычисления адреса и базовый регистр, и смещение, и индексный регистр, умножаемый на некоторый масштаб. Один из нескольких предопределённых констант 1.24.8. Соответственно, мы можем эти специальные методы адресации использовать для обращения по указателю, обращения к массивам, обращения к структурам и к более сложным типам данных, так как мы это делаем на языках высокого уровня, на C, на C, на C++, на любом языке. Это одно из способов обращения в памяти. Сейчас мы, собственно, перейдём уже к организации программы при выполнении программы на процессоре. То есть как вот эта структура программы из языков C++, функции, вызывающие друг друга, отображается в программу для процессора и как она исполняется. Значит, мы с вами, рассматривая адресное пространство программы, или, как я буду дальше говорить, адресное пространство процесса, мы с вами уже видели, что непосредственно в коде нашей программы мы можем определять несколько различных секций исполняемого кода. Как минимум, это будет текст для инструкции процессора кода программы, Data для глобальных переменных и BSS для тоже глобальных переменных, инициализированных нулём при запуске программы на исполнение. Это, собственно, то, что нам приходит из исполняемого файла, что появляется в памяти в момент запуска программы на исполнение. То есть там глобальные переменные, код, там константы какие-то глобальные и так далее. С другой стороны, когда мы ещё в рамках EC++ и EC, у нас есть некоторая специальная область памяти, которая называется куча, в которой мы выделяем память с помощью специальных функций или конструкций а-ля new или malloc, и что обязательно, мы так или иначе должны эту память в ней освободить. В противном случае мы будем наблюдать утечки памяти, и при длительной работе программа будет потреблять всё больше и больше памяти. Это область кучи. И третья область работающей программы, основная область работающей программы – это стэк. Собственно, если на совсем простом уровне, то когда программа работает, её память разделена на условные три части. Здесь эта картинка чуть сложнее, чем поскольку уже здесь добавлены динамические библиотеки. Но базовых компонент, ну самых таких основных вещей в программе будет три. Это, собственно, исполняемый образ, то, что мы загружаем из исполняемого файла. Сразу же после конца исполняемого образа в сторону увеличения адресов обычно начинается куча, и куча растёт дальше в сторону увеличения адресов. И третья основная область работающей программы – это область стэка. И для удобства, ну точнее так вот, технически, чтобы использовать адресное пространство наиболее эффективно, достаточно давно, чуть ли не с одних из первых процессоров, используется такая раскладка, что куча, условно говоря, находится внизу и увеличивается вверх, а стэк работающего процесса, условно, там находится вверху, то есть в области верхних, старших адресов нашего адресного пространства, и увеличивается вниз. То есть добавление нового элемента в стэк приводит к тому, что там новый элемент, всё более и более новые элементы будут помещаться всё более и более меньшим адресам. Ну, чтобы это прокомментировать, вот если мы посмотрим стэк как обычную структуру данных из языков высокого уровня, вот наверняка все реализовывали обычный в кавычках стэк, если нам нужно что-то в нём сохранить, какой-то, может, возможно, поиск глубину реализовывать, или что-то подобное. Берётся либо вектор, либо массив ограниченного размера или неограниченного размера. И определяются некоторые переменные, указывающие на текущую верхушку стэка. Для обычного стэка обычно считается, что это первый свободный элемент. И стандартных две операции для стэка – это push-pop. Вот как здесь показано для обычного стэка. Мы заносим стэк по индексу, который хранится у нас в указателе стэка, и после этого увеличиваем индекс, используя здесь постинкрементную операцию. И напротив, если мы хотим из стэка удалить, то мы сначала уменьшаем переменную sp, возвращаясь на одну ячейку обратно, и по полученному индексу забираем значение из стэка и возвращаем его. Вот это извлечённое значение. Ячейка, из которой мы забрали значение, у нас становится свободной. Это такой стэк, как его обычно реализуют в языках высокого. Мы его обычно сами реализуем, если нам понадобится стэк. А с другой стороны, чисто технически, в большинстве процессоров, опять-таки из таких соображений того, что лучше делать стэк, который растёт вниз, реализован стэк, растущий вниз. Вот как отображая такую концепцию стэка, растущего вниз на язык высокого уровня, мы будем получать примерно следующее. То есть у нас есть, условно говоря, фиксированный массив, и указатель стэка, стэк-поинтер, для стэка, растущего вниз, нам будет указывать на первый занятый элемент. Не на первый свободный, а на первый занятый. Изначально стэк равен, sp равен, собственно, размеру нашего стэка, то есть указывает на первый элемент за концом стэка, ну, что вполне нормально. И операция push сначала уменьшает указатель стэка, потом по этому индексу заносит значение, а операция pop извлекает из стэка по указанному индексу и после этого увеличивает стэк-поинтер на этничку. То есть вот отличие этих стэков. И тогда, когда мы будем работать с процессорным стэком, у нас будет именно вот такая семантика. sp, ну, здесь это индекс при переходе к процессорам, соответственно, у нас будет регистр, который называется esp32-битный или rsp64-битный, который является указателем. Ну, то есть конкретно хранит адрес первого, то есть самого нижнего по адресам занятого элемента нашего стэка. Ну и как некоторое ограничение, для того, чтобы аппаратно было проще реализовывать всякие функции типа вызова-возврата, плюс еще, чтобы аппаратно было проще реализовывать прерывания, на стэк наложено ограничение, что в стэке мы можем хранить только значения естественной битности для данного процессора. Для 32-битного процессора в стэке хранятся, собственно, 32-битные значения, для 64-битного процессора в стэке хранятся 64-битные значения. То есть мы не можем с помощью операции push положить в стэк, например, 1 байт. Нам нужно положить либо 4, либо 8. И есть в процессорах две тех же самых операции, знакомые нам вообще из абстрактного определения стэка. Тот же самый push, тот же самый pop, который push заносит стэк и pop извлекает из стэка. И работают они именно так, как вот здесь было показано в терминах языка высокого уровня, с единственным отличием, что ESP или RSP у нас будут указатели. То есть что мы делаем? Мы вычитаем 4, то есть сдвигаем стэк на одно 32-битное слово вниз в регистре ESP и кладем значение из нашего, в данном случае, регистра EAX по адресу, который находится в регистре ESP. Вот эта вот пара, условно такая вот пара инструкций, конечно же, там внутри может быть чуть сложнее, но смысл именно такой push-значения заносит у нас 32-битное значение, предварительно уменьшая регистр ESP на 4. И обратно поп извлечения из стэка, то мы сначала по адресу, на который указывает ESP, к нему обращаемся и забираем оттуда значение. И, ну, например, переслаем в регистр EAX и после этого увеличиваем ESP, наш указатель верхушки стэка, на значение 4. Собственно, вот так вот те, ну, пока еще, те абстрактные операции push и pop, которые мы имели со стэками вообще, они непосредственно есть в x86 и x64 процессорных архитектурах. И мы можем в стэк заносить значение и с стэка извлекать значение. До чего тогда может использоваться стэк? Первый случай, когда мы без стэка обойтись не можем, и это, собственно, основное назначение стэка, почему вообще стэк и существует во всех процессорах. это сохранение адреса возврата при вызовах под программой. Ну, то есть тогда, когда мы там, если в терминах языка высокого уровня вызываем функцию или метод в C++, то нам нужно сохранить в нашей текущей точке программы, чтобы мы могли после завершения функции, метода или процедуры вернуться именно в ту точку, в которую мы перешли к выполнению нашей функции. Вот на уровне набора инструкций процессора это делается с помощью инструкции call, которая отличается от инструкции jump. То есть они очень похожи друг на друга. Инструкция call и инструкция jump, они вызывают передачу управления на какой-то другой адрес, который у меня, собственно, здесь задан в параметрах инструкции. В отличие от инструкции jump, безусловного перехода, который просто передает управление на указанный адрес, мы jump использовали для организации циклов, для организации if-ов, вайлов и так далее, всех управляющих, даже логическое и логическое или. Мы использовали для этого условные и безусловные переходы, то есть просто передачу управления на какой-то цикловный адрес. В отличие от jump, call делает еще следующую дополнительную операцию. заносит в стэк значение регистры EIP. Вот это вот. Впрямую так написать нельзя, то есть это некоторый псевдокод, конечно же, то есть именно для этого нужен call. Регистры EIP прямую не адресуемы. То есть вот в EIP на момент исполнения инструкции call в EIP будет находиться адрес следующей инструкции за инструкцией call. То есть, если, например, инструкция call занимает 5 байт или 6 байт, то в момент ее исполнения в регистре EIP будет находиться адрес инструкции call, плюс 5 или плюс 6, зависит от того, как она закодирована. И после этого происходит переход на указанную точку в моей программе, на указанный адрес. Ну, как мы в простых случаях, которые, возможно, уже писали, мы переходим, мы обычно в инструкции call указываем метку, что означает, что происходит переход на адрес, значение которого, ну, адрес, заданный, собственно, значением метки. И дальше процессор исполняет команды, как обычно. И когда нам нужно вернуться из подпрограммы, мы это с вами уже делали, мы пишем инструкцию red, которая просто извлекает из стека регистр EIP и, собственно, кладет регистр EIP. И таким образом эффект будет такой, что мы загрузили регистр EIP, и теперь исполнение будет продолжено с адреса, который у нас был только что загружен из стека в регистр EIP. Это тоже псевдокод, поскольку напрямую EIP мы адресовать не можем, мы должны как раз использоваться инструкцией push. EIP. Никакой корректности вложенности, что там для каждого кола есть red, или что перед red вообще был какой-то кол, на уровне процессора не происходит. Собственно, сгенерированный код, если вот эта программа на Ascendry, поток инструкции процессора, сам полностью ответственный за то, чтобы стек поддерживался в целостном состоянии. То есть мы хотим возвращаться под программу. Это наша задача сделать так, чтобы к моменту исполнения инструкции red на верхушке стека, то есть то, что адресуется регистром ESP, находился правильный адрес возврата. При этом у нас нет никаких ограничений, мы его можем поменять. Естественно, до выполнения инструкции red, тогда инструкция red вернется куда-то в другую точку. То есть никаких проверок корректности здесь не производится. Если на стеке лежит что-то не то, там неправильный адрес, то red просто его загрузит в регистр EIP, процессор попытается выполнить программу по этому адресу, и почти наверняка там будет либо ошибка типа segmentation fold, то есть обращение по некорректному адресу, в случае, если там хоть у нас вроде бы нормальная инструкция, но обращается по случайным адресам. Либо может быть исключение типа invalid instruction, если процессор просто не смог декодировать тот поток байт, который находится по указанному адресу. То есть корректность работы со стеком полностью лежит на программисте. Ну и естественно, что мы можем таким образом делать рекурсию. Когда мы рекурсивно сами себя вызываем, в стеке будут накапливаться адреса возврата, стек будет увеличиваться в размере, и пока хватает стека, все хорошо. А когда стек у нас закончится, скорее всего, сработает защита памяти операционной системы, и тоже наша программа завершится по какому-нибудь там segmentation fold, и все. То есть минимум, для чего нам нужен аппаратный процессорный стек, это для того, чтобы хранить адреса вызовов и адреса точек возврата, к которым мы будем возвращаться после выполнения под программу. Они накапливаются стеки, что нам позволяет реализовать вложенность динамическую, так, к чему мы привыкли, там все-все присутствуют, да и вообще в любом языке высокого уровня. Но помимо того, стек очень удобно использовать и для сопутствующих целей, то есть помимо, собственно, просто хранения адреса возврата при вызовах под программ, у нас обычно в связи с этим возникает еще несколько других задач. И одна из задач, для решения которой мы можем использовать стек, это сохранение регистров центрального процессора. Вот у нас есть регистры там EAX, EBX, ECX и так далее, или если у нас код 64-битный RAX, RSP, RBX какой-нибудь, я не знаю, R10, R15, как бы то ни было, их немного. И каждый раз, когда мы начинаем выполнять какие-то реальные вычисления или работу с памятью, нам требуются регистры. Соответственно, для организации программы удобно, чтобы регистры были, условно говоря, как бы локализованы внутри каждой подпрограммы. То есть каждая подпрограмма работала бы, условно говоря, со своим набором регистров, которые мы проводили в вычислении. То есть, чтобы программа как-то поиспользовала регистры, и вот эти вот изменения, которые случились на регистрах, никак бы не отразились на той подпрограмме, из которой мы были вызваны. Но поскольку на аппаратном уровне у нас регистры глобальные на всю программу, то есть когда мы вызываем подпрограмму, у нас там остается тот же самый набор регистров, вот это вот логическое выделение регистров, чтобы их можно было использовать внутри подпрограммы, внутри функции, это уже реализуется программно. И для сохранения значения регистров, перед тем, как мы начнем что-то в них класть уже в рамках подпрограммы, и потом, чтобы мы могли их восстановить, для этого тоже используется стэк. Вообще, если мы посмотрим на весь регистр файл, то есть весь набор регистров процессора, мы, условно говоря, их можем разделить на несколько групп. на регистры, в которых мы передаем параметры, если мы хотим передавать параметры в регистрах, ну вот, например, в модельных функциях, редай32 и так далее, параметр передавался в регистре IAX. Второй тип регистров – это то, что мы получаем на выходе, это регистры, в которых возвращается результат выполнения подпрограммы, то же самое RAX или там RAX, RDX в случае 64-битных значений. И дальше есть две группы регистров по отношению к тому, как мы с ними работаем внутри подпрограммы. Первая группа регистров – это рабочие, и вторая группа регистров – это сохраняемые, то есть Scratch и Kali-saved. Чем они отличаются друг от друга? Рабочие регистры. Ну, это логическое разделение, нужно сказать, что все равно у нас, вот как было, 8 или 16 регистров, они все аппаратно никак не отличаются. Вот эти вот группы передачи параметров, возврата значений, рабочие и сохраняемые – это логическое разделение, которое просто некоторый предмет договоренности между программистами, условно говоря. В рабочих регистрах мы накапливаем или храним какие-то короткоживущие значения, например, в них временно хранятся значения, которые у нас используются для вычислений. Короткоживущие означает, что мы, в общем, не собираемся в них хранить какие-то значения локальных переменных, то есть мы, условно говоря, хотим провести вычисление и после этого сохранить результат где-то еще, не в регистрах процессора. Для этого можно использовать как раз вот эти рабочие регистры. Там посчитал, выкинул, условно говоря, посчитал, получил результат, его куда-то сохранил, регистры выкинул. Это рабочие регистры. И напротив этого есть другая логическая группа, это регистры, которые называются callly saved, это регистры, предназначенные для хранения какой-то части состояния нашей подпрограммы или функции. То есть в сохраняемых регистрах мы можем хранить какие-то там системные вещи, например, фреймпоинтер для организации стека. В них мы можем хранить локальные переменные, наиболее часто используемые. В них мы можем хранить какие-то индексы, указатели и так далее. И для сохраняемых регистров, они и поэтому называются сохраняемые, что мы знаем, что если мы вызываем какую-то подпрограмму, эти регистры не испортятся. То есть мы, например, пишем callprintf, и мы знаем, что значение регистры EBX не испортится в результате в результате работы функции printf. Собственно, и способы работы у нас для Scratch и Call и Save регистров будут различаться. Соответственно, если у нас мы вот так вот разбили регистры на 4 группы, и предположим, у нас есть инструкция call, ну, callprintf, call redye32, что угодно, любой call. Мы не знаем, что происходит в том коде, который мы выслали. Ну, то есть в общем случае не знаем. Это может быть какая-то библиотека исходного кода, который у нас нет. Она подгрузится в момент выполнения программы. И тогда какие ограничения на регистры у нас будут справедливы после того, как мы получим управление назад, после того, как наша программа отработает. Регистры группы 2 содержат возвращаемое значение, если оно есть. Если возвращаемого значения нет, там функция void, то значение не определено. Например, если наша функция возвращает int, то после call мы можем рассчитывать на то, что тот int, который был возвращен, у нас будет находиться в регистре eix. Если 64-выбитное значение пары eix и edx. Если у нас регистры использовались для передачи аргументов под программу или функцию, то эти аргументы могут быть испорчены вызванным кодом. Мы не можем рассчитывать, что аргументы, которые мы передали, значения в этих регистрах сохраняются. То есть, по сути, регистры, как используемые для передачи аргументов, они, с нашей точки зрения, являются scratch-регистрами, то есть, рассчитывая на то, что они сохранены, мы не можем. Допустим, опять-таки, мы можем в регистре eix и передавать аргументы, и получать результат. Естественно, мы после выхода из-под программы получим результат. Scratch-регистры, они как-то испорчены, как неизвестно, непонятно, что там у нас было в подпрограмме, но они испорчены. Единственное, коли сейфт-регистры, группа 4, мы знаем, что они сохранились, и мы спокойно можем продолжать использование их после возврата из-под программы. Ну и напротив, если наша подпрограмма, ну понятно, что вполне возможно, что нам не хватит Scratch-регистров, чтобы что-то посчитать. Вполне возможно, мы хотим хранить локальные переменные или какие-то еще нам потребуются регистры дополнительных для вычислений в нашей подпрограмме, и Scratch-регистров будет мало. Тогда, конечно же, мы можем использовать коли сейфт-регистры, но должны их в начале работы подпрограммы сохранить, а в конце работы подпрограмму восстановить. И отображая вот эти вот концепции на регистры x86 32-битной архитектур, где у нас 8 регистров, возвращаемое значение, то есть там, где мы получаем результат, это либо EIX 32-битная, либо пара EIX и DX 64-битная. В EIX сохранится младшая половина, в EIX старшая половина. Scratch-регистры рабочие, это EIX, ECX, EDX, три регистра. Мы не можем рассчитывать на то, что их значения у нас сохранятся. Ну, понятно, что там при этом EIX и EDX могут использоваться для возврата значений. Но ECX у нас теряется всегда. Он не используется для возврата значений, просто используется в результате работы под программ. И четыре оставшихся регистра EBX, ESA, EDI и EBP они у нас сохраняемые. Но есть еще у нас последний восьмой регистр ESP. Естественно, он используется для поддержки целостности стэка, и он даже здесь но и не написан. То есть, вот эти вот, если мы хотим что-то для каких-то целей в нашей подпрограмме использовать EBX, ESA, EDI, EBP, то мы должны их сохранить. EIX, ECX, EDX сохранить не обязательно. Вот давайте попробуем теперь написать примерчик с использованием вот этих вот концепций наших использования регистров на на x86. Так, ну давайте мы пока ничего еще не говорили про передачу параметров, ну давайте просто напишем некоторую такую заготовку. Можно, пожалуйста, еще раз уточнить что делают регистры возврата и сохраняемые. А я сейчас буду пример показывать. Вы можете подождать пример? Так, давайте начнем писать. Итак, функция main, она будет написана на seed для удобства нашего, возможно, мы туда добавим какие-то потом scanf или printf и добавим, пока у нас будет простая main, которая будет вызывать ассемблерный код. у нас будет пока 32-битный а 64-битный кодик поговорим чуть позже. и давайте в качестве первого примера, ну, например, что мы сделаем? Ну, например, вызовем функцию func1, пока без аргументов, которая вернет целочисленные результаты. И фрагмент на соответствующий уже на языке ассемблера у нас может выглядеть так. Секция текст, экспортируемое имя в func1 и фрагменты. Что значит, что регистры возвращаемого значения? Ну, то есть, вот мы с вами на самом деле подобные фрагменты кода писали, если я хочу вернуть какое-то значение из функции, мне его нужно поместить в регистр ЯИКС. Допустим, я возвращаю 100, вот аналог операции return 100 в ассемблере будет примерно следующий. то есть, я загружаю значение 100 в регистр ЯИКС и выполняю ассемблерную инструкцию рефт. Теперь мы можем посмотреть на это с другой стороны Мы вызвали под программу func1 допустим распечатал значение 100 то есть, вот наша функция func1 вернула из получается по факту мы вернули целое значение 100 собственно поместив его в регистр ЯИКС вот пример использования возвращаемого значения Если мы хотим возвращать 64-битное значение А как мы связали две программы Пожалуйста просмотрите предыдущую лекцию Давайте я не буду на это отвлекаться Если мы хотим возвращать 64-битное значение об этом мы конечно про 64-битное значение в 32-битных программах я чуть позже тоже поговорю нам потребуется два регистра ЯИКС и ЕДИКС Давайте так У нас будет младшая часть и старшая часть младшая часть например 16-ти в регистре ЯИКС старшая часть регистры ЕДИКС Мы тоже пишем обычный ред Если мы эту функцию в нашей программе в нашей оболочке объявим как возвращающую 64-битное значение мы увидим примерно следующее F процент или X например S2 Собственно вот у нас младшая часть в регистре ЯИКС старшая часть была разрешена в регистре ЕДИКС и в совокупности у нас получилось 64-битное значение которое мы здесь и распечатали Пока без аргументов а что нам делать с регистрами в нашей функции ну допустим ЯИКС ЕБИКС ЯИКС ЕДИКС то ладно они скретч регистры мы можем здесь даже не заморачиваться над тем чтобы их восстанавливать или сохранять ну а если нам для каких-то целей потребуется ЕБИКС то тут уже чуть-чуть сложнее если мы хотим чтобы наша программа работала корректно как здесь было сказано регистр ЕБИКС ЕСА ЕДИ и ЕБП они являются колли-сейф регистрами и мы если хотим использовать нам нужно его сохранять нам не нужно сохранять обязательно все эти четыре регистра ведь нам нужно сохранить только то что мы используем и тогда вот некоторая условная функция global3 может выглядеть таким образом сохраняем одна из первых строк например сохраняем регистр ЕБИКС в конце его восстанавливаем и выполняем ред если нам нужно сохранить два регистра например то сохраняем два регистра ЕСАЙ только обратите внимание что восстанавливать их нужно будет в обратном порядке поскольку это стэк вот дальше в промежутке здесь мы можем свободно получается использовать какие регистры ЕХ ЕБИКС поскольку мы его сохранили ЕЦАЙ это тоже скретч регистр ЕДХ поскольку мы его тоже скретч регистр и ЕСАЙ то есть мы сохранив в начале подпрограммы ЕБИКС ЕСАЙ добавили таким образом ЕБИКС и ЕСАЙ к тому набору регистров которые мы можем свободно использовать в нашей подпрограмме для хранения значений хранения переменных временных вычислений и так далее самое полное сохранение вот оно может выглядеть вот как здесь все сохранили ЕБИКС ЕБП ЕБИКС ЕСАЙ и все остановили ну если нам потребуется по каким-то причинам все следующий момент понятно что мы хотим передавать параметры вот как у нас как в СИ у нас есть передача параметров по значению то есть нам нужно передать параметры каким-то образом значение параметров каким-то образом сделать доступными вызываемой подпрограмме вызываемой функции ну точно так же мы можем для передачи параметров использовать стек то есть ну как мы это можем сделать просто поместив аргументы функции которые мы хотим вызвать в стек и тут возникает несколько вариантов как мы можем это сделать много вариантов как мы можем это сделать и в мире в Unix мире общепринят следующий вариант поскольку стек может работать только как минимум с 32-битными значениями чары болианы или там шарты мы заносим стек просто как 32-битные значения то есть чар аргумент типа чар по факту будет передаваться в нашу подпрограмму как аргумент типа int и будет занимать в стеке 4 байта аргумент типа шор тоже будет передаваться по факту как аргумент типа int и занимать стеки 4 байта для 64-битных значений тут нам как бы понять у нас процессор 32-битный значение 64-битное то есть мы его за одну операцию в стек поместить не можем нам потребуются две операции и здесь важно понимать что стект у нас память для которой просто определены две специальных инструкции push и pop и поэтому вот после того как 64-битное значение будет занесено в стек вот так как оно будет лежать в памяти оно должно лежать в памяти в порядке little ending в порядке байт для нашего процессора это означает что поскольку стек растет вниз первым мы должны поместить в стек старшую часть и вторым мы должны поместить в стек младшую часть то есть как здесь на примере старшая часть равна 0 младшая часть равна 1 мы получили значение 1 если бы мы перепутали бы и сначала поместили в стек младшую часть потом старшую часть мы бы получили значение 4 миллиарда то есть старшие 30-битное единичка младшие 30-битное равны 0 как мы тогда можем это сделать ну давайте дальше допишем наш пример параметры вызов чего-то с передачей параметров будет функция фанк 4 давайте я буду вызывать например printf привет пока допустим я хочу вызвать printf от некоторой строки процент hello процент d например процент c вот так где d у меня будет целая константа ну скажем там 10 а процент c у нас будет мой символ x как мне тогда нужно подготовить подготовить параметры для вызова функции printf мне нужно вот эти три параметра как-то поместить в стек вопрос сразу же возникает вопрос в каком порядке мне нужно будет их помещать то есть например у меня есть такая такая возможность скопирую скопирую Первый вариант. Заношу в стэк значение, то есть адрес, по которому размещается строка STR, доллар STR. Дальше. Заношу в стэк константу 10. И дальше заношу в стэк X. Вот так вот мне потребуется. Дальше заношу в стэк, как целое число, мою символную константу X. И вызываю принтер. Первый вариант. Ну, если мы сейчас такое сделаем, гипотетически, давайте я сейчас запущу. Тофанк 4 мы вызовем. Без аргументов пока. Мы получили секфолд. И что-то даже у нас ничего не напечаталось. Что-то у нас пошло не так. На самом деле, по стандарту Unix, то есть по организации вызова функции в язык XC, параметры должны передаваться в обратном порядке. То есть, скажем так, опять-таки, если мы представим себе, как параметры будут размещаться в памяти после того, как они все занесены в стэк, вот это размещение в памяти должно быть последовательным. То есть, адрес строки hello должен быть самой меньшей в моей памяти, значение константы 10 следующее, и значение символа X следующее. И поскольку у меня стэк, опять повторюсь, работает с уменьшением адресов, это означает, что мне нужно их заносить в стэк в обратный порядок. Последним занести адрес форматной строки, предпоследним занести мое число 10, и первым занести символ X. Прошу прощения. Это константный значение. Вот. В чем была моя ошибка, что если я просто пишу 10, то инструкция push заносит значение дичьей по адресу 10. Мне обязательно здесь не забывать доллар, обозначающий непосредственно адресацию, то есть занесение самой константы 10 в стэк. То же самое здесь. Самого символа X, какой код у меня там будет в стэк, а не ничьей памяти с адресом, равным коду X. По крайней мере, я здесь эту строку получил. Вот hello 10x. То есть, по крайней мере, printf смог принять и обработать те параметры, которые я передал. Но все равно что-то пошло не так, я получил все код. Так что пошло не так. Помимо того, что я эти аргументы передал, важно еще понимать, что мне делать с ними дальше. Вот они сейчас были положены в стэк, то есть значение регистра ESP таким образом уменьшилось на 12. Я положил в стэк 3 4-байтных значений. Что должна с этим стэком сделать функция printf? Ну, наверное, ничего. Ей пришли как-то в стэке аргументы, она их обработала, но и завершилась. То есть, на момент выхода из функции printf у меня в стэке все еще лежат вот эти вот 3 аргумента, и они все еще занимают 12 байт. Поэтому адрес возврата в итоге съехал. То есть стэк-то у меня ушел вниз на 12 байт, поэтому адреса возврата на мехушке стэка уже давно нет. И получается, что я в инструкции нет, буду возвращаться куда-то не туда. Что делать? Просто нужно не забыть почистить стэк после возврата из функции. Например, так, обычным add. То есть можно, безусловно, сделать pop. Там, неважно, там, я, 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 я. Но это так бессмысленно. Мы вытолкнули значения, забранные из стэка, все равно не используем. И поэтому проще просто к регистру ESP прибавить значение 11. Это будет тот же самый эффект, что мы просто выкинули 3 самых последних значения, занесенных стэк. Все. Стэк очистили. И после этого мы снова вернулись к тому, что адрес возврата будет находиться на верхушке стэка. А можно, пожалуйста, объяснить, прибавили это, потому что у нас стэк растет вниз? Да. И не вышли. Понятно. Собственно, вот там, где я показывал слайд, что у нас происходит с один из первых. Собственно, вот стэк растущий вниз. Если я хочу что-то из стэка вытолкнуть, выполнить операцию POP, я ESP увеличиваю. Соответственно, в терминах машинных инструкций я к ESP прибавляю. Можно еще вопрос, почему мы push-l используем, а не push? Здесь это неважно. Push не бывает никаким, кроме 32-битных значений. Я думаю, что я могу просто их убрать. Так же будет. Но я напомню, что l-суффикс, он помогает ассемблеру понять, что работа ведется с 32-битными значениями. Здесь все очевидно, поскольку push не умеет работать с не 32-битными значениями, можно писать, можно не писать. Но это push, это специфика push, поскольку, как я сказал, в стэке мы храним единицы размера равного машинного слова, то есть 32-битных. Для x64 мы будем в стэке хранить 64-битные значения. Там будет push-q по умолчанию. Я даже не могу написать push-b. Так написать нельзя, это даже не скомпинируется. То есть, либо просто push, либо push-l для 32-битных значений. То есть, вот как мы передаем аргументы в программе. Очень просто. На x86-33-битной архитектуре мы их просто начинаем классить. Если мы используем операцию push, то мы их кладем в обратном порядке. И в конце не забываем почистить стэк, прибавив тот размер, который мы, размер аргументов, который мы в нем занести, прибавив к регистру ESP. Вот один из возможных сценариев, как мы можем вызывать под программы с аргументами. Printf – это функция стандартной библиотеки. Я могу, поскольку я здесь использую gcc по умолчанию с опциями, то есть здесь неявно подключается lepsi, я могу, в общем, использовать все функции, которые у меня здесь есть в lepsi, вызывать их вот таким образом из программы на земле. Что я могу делать, как я могу передавать аргументы по-другому? Стэк – это у меня структура, хотя там есть операции push и pop. Точно так же, как и в терминах массива, здесь у меня же стэк моделируется на массиве, точно так же и в процессоре я могу стэк рассматривать как массив и работать со стэком точно так же, как я работаю с массивом. То есть адресовать, по сути, любой элемент в стэке, а не только последний. И тогда, как допустимый альтернативный вариант передачи параметров в функцию, я могу это все переписать. Давайте я это просто закомментирую тогда. Следующим образом. Массив. Давайте я для начала просто зарезервирую аргументы нужного мне размера в стэке. То есть мне нужно 12 байт, я просто давайте зарезервирую в стэке 12 байт. Резервирование памяти в стэке – это обычная операция вычитания из ESP. Представьте себе массив. Мне нужно как-то элементы в нем зарезервировать. Я просто смещаю указатель стэка. В моем примере я из стэка вычитаю 12, сдвигаю его вниз, и стэк указывает на… ESP указывает на первый занятый элемент. Я занимаю три элемента таким образом. Начальные значения их непонятные. То, что там было в памяти на момент вычитания, то там в памяти и останется. То есть если я вот сейчас просто вызову printf, я передам какой-то мусор. Никак эти три элемента стэка, которые я сейчас захватил, они никак не провинциализированы. Ну а дальше я могу работать с элементом, вот с этими тремя элементами стэка, как с обычным массивом. То есть использовать либо индексную, либо адресацию типа база плюс смещение. Ну, например. Мне нужно положить значение STR. У меня, к сожалению, вот так вот moveL… А, могу, на самом деле. Могу так написать. MoveL, доллар STR, то есть адрес STR по адресу ESP. Вот так вот. Я могу написать. Давайте. Вот делает вот эта вот инструкция. Она, константное значение адреса, по которому размещается строка вот этот hello, помещает по тому адресу, значение которого хранится в регистре ESP, то есть на первый занятый элемент моего стэка, на верхушку стэка. Как мне обратиться к следующему элементу стэка? MoveL, допустим, константа 10, а дальше 4% ESP. Что это означает? Что здесь адрес будет вычисляться, что я буду разименовывать. К значению регистра ESP я прибавлю 4, и я получу этот адрес, и по этому адресу запишу значение 10. Компилируется. Да. Теперь передается 10. Обратите внимание, что вот в этом случае мне нужно обязательно указать вот этот вот суффикс размера оперантов. Если я не укажу, мне ошибка. Assembler не может понять, с данными какого размера я здесь работаю. 10 может быть byte, может быть short, а может быть int, непонятно. Поэтому moveL. А L что показывает тогда? 32 бита. Int. Понял. Ну, там, здесь даже с работы нет. Если я, например, давайте ради интереса я сделаю moveByte, получается, занесу 1 байт. Но у меня 3 старших байта останутся мусором, и я здесь, видите, получил какой-то все равно какой-то мусор. Чуть-чуть другой, чем в прошлый раз, но все равно мусор. Мне нужно все 4 элемента принципиализировать. А вот с третьим аргументом даже есть некоторая вольность. Я могу его даже писать. MoveL символ x 8 ESP. Третий элемент моего стэка аргументов будет иметь смещение 8 0 4 8 Я его к ESP прибавляю и заношу туда. Hello 10x Ну, а тут, поскольку у меня формат %c и функции printf потребуется только 1 байт, а вот здесь я могу легко написать moveB. Ничего страшного не произойдет. И просто вот функция printf, которая будет из памяти уже выбирать аргумент для его вывода на стандартный поток вывода, она возьмет 1 байт по этому адресу. 1 байт я записал. Какие будут значения иметь 3 остальных байта, мне не важно, их никто использовать не будет. Вот, например, так. Вот это вот в целом второй альтернативный вариант того, как я могу передавать аргументы в функцию. Хочу, передаю с помощью pushy. Хочу, если мне там, ну, бывает неудобнее, может быть, передавать в каком-то другом порядке, либо может как-то чуть пооптимизировать, возможно. Могу зарезервировать место в стеке и работать со стеком как с массивом. И, возможно, и так, и так. А отсюда, умея работать со стеком как с массивом, мы, собственно, переходим к тому, как мы можем обрабатывать аргументы уже внутри нашей программы. Так, это все разобрали. Вот совокупность правил о том, как правильно вызывать подпрограммы, какие регистры можно использовать, какие регистры нельзя использовать, что нужно сохранять, что нужно не сохранять, как и в каком порядке передавать аргументы в подпрограмму. Совокупность этих правил называется соглашением о вызовах, calling convention. И calling convention – это одна из ключевых характеристик того, что называется application binary interface, то есть интерфейс бинарной совместимости приложений. Если вы соблюдаете ABI, application binary interface, то ваш код, который вы пишете, или компилятор, который генерирует компилятор, будет интероперабельным со всеми библиотеками, которые есть в системе, которые соблюдают этот ABI. То есть если вы хотите, например, иметь возможность вызывать функции стандартной библиотеки языка C, вы должны следовать стандартным соглашением о вызовах и поддерживать стандартные ABI. Если вы не хотите, если вы все пишете с нуля, вы можете хоть что-нибудь свое изобретать, это пожалуйста. Но с точки зрения совместимости разных библиотек, разных языков программирования, у нас должен быть некоторый единый application binary interface. Что входит в calling convention? Правила использования регистров процессора – это регистры, используемые для возврата значения, регистры, используемые для передачи параметров, scratch-регистры, calli-save-регистры и так далее. Использование стэка процессора, как мы стэк вообще используем, как мы туда заносим аргументы, как мы его очищаем, и плюс еще, возможно, у нас могут быть какие-то дополнительные ограничения на использование стэка. Плюс еще ABI, calling convention, обычно задает, как передаются или и возвращаются структуры, то есть агрегаты такие, что они не помещаются в регистры. Структура у нас может быть произвольного размера, мы его, может, не поместить в регистр, при возврате структуры, что нам с этим делать. Как передаются указатели this, как передаются числа с плавающей точкой и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот ключевые элементы склашения вызовов, они вот здесь перечислены. Плюс еще, возвращаясь к нашему примеру, важный элемент соглашения о вызовах, я пока его сейчас пропустил, это требование на выравнивание стэка. Сейчас мы как раз об этом поговорим. И обсуждая стандартный calling convention для 32-битной архитектуры на Unix системах, он вот у нас из того, что я уже более-менее все рассказал, он у нас будет таким. EIX или пара EIX и EDX используются для возврата значения. Три регистра EIX, EIX, EDX, Cache регистра, EBX, EISI, EDI, EBP, CaliSaved регистра, передача параметров полностью через стэк, параметры зановятся в обратном порядке, и стэк очищается тем, кто вызвал. Это вот основные характеристики calling convention, стандартного Unix calling convention для 32-битного кода на x86. То есть, если вы соблюдаете эти правила, вы можете вызывать любую функцию из любой библиотеки. Тот момент, который я сейчас не пропустил сначала, это некоторые дополнительные требования на выравнивание стэка. Что от нас здесь требуется? Требуется, чтобы стэк был выровнен по границе 16-байт. На x86 это требование не строгое, если, вот как я показывал, например, если его не выровнять, ничего страшного не произойдет. А если вы будете писать на macOS, или там вызывать стандартные библиотеки macOS, если вы там вдруг стэк не выровняете, вы больно получите по голове сикфолтом. Что это означает для нашего кода? Вот тот фрагмент кода, который я здесь писал. Где он у меня был? Вот если подумать, здесь вот в моей функции я заношу в стэк 12-байт. Это нехорошо, поскольку стэк по-хорошему должен быть у меня выровнен по 16-байтам. И поэтому здесь вполне может нарушиться. То есть я могу предполагать, что на тот момент, когда функция func4 вызывается, у меня со стэком все хорошо, но это не точно. Сейчас это тоже нужно откорректировать. Но когда я вызываю другую, уже вложенную функцию, мне тоже очень важно поддерживать целостность стэка, поддерживать то, что стэк корректно выровнен по границе 16-байт. Для этого что мне нужно сделать в самом простом варианте? просто зарезервировать не 12-байт, а 16-байт. Да, 4-байта у меня использоваться не будут, но зато я соблюду требования, то что стэк должен быть корректно выровнен по границе 16-байт. То есть, смотрите, здесь у меня я выучил 16, со старшими 4-байтами я не работаю, но это не страшно, поскольку printf начинает работать со своими аргументами, начиная вот с ESP, и он до ESP плюс 12 никогда и не дойдет. Поэтому я могу даже его не инициализировать, ничего страшного не произойдет. Эти вот 4 байта, которые у меня используются для выравнивания, но они никогда использоваться не будут. Давайте скомпилируем и посмотрим, как работает. Можно вопрос? А если мы используем 18-бит, то нам надо зарезервировать 32? Получается? Вы используете 18-байт? Вы не можете использовать 18-байт. У вас аргументы, поскольку они кратные 4, если 20-байт, то да, вам нужно будет зарезервировать 32. А, я понял. Хорошо. То есть 16, 32, 48, 64 и так далее. Здесь я просто не все использую, ну ладно, ничего страшного, зато стоит корректный аргумент. Можно смысл вот этого выравнивания? Просто я как-то не понимаю, почему именно по 16? Это требование может быть требованием аппаратуры. И там вот внутри, я говорю, что это требование необязательное, в Linux не форсится это выравнивание, но просто у нас есть некоторые инструкции, о которых я чуть позже упомянул, которые требуют выравнивания адресов памяти. Всякие SSE-инструкции, которые работают сразу с блоками памяти, а не с 4-мя байтами. И, например, SSE-инструкция, работающая с 16-байт, может потребовать корректного выравнивания, 16-байтного выравнивания значений. Возможно, это одна из причин, по которых стэк выравнивается по 16-байт. А 16-байт – это для любой битности или для 32, а для 64 больше? Все в свое время. Но на самом деле это не все. В чем здесь еще остался нюанс? Нужно помнить, что вообще говоря, у нас и... Когда функция начинает работу, выравнивание стэка чуть-чуть съезжает за счет того, что инструкция call кладет в стэк 4-байта. То есть предполагая, что здесь к моменту вызова call printf у меня стэк выравниван корректно, сама инструкция call выравнивание нарушает, добавляя в стэк 4-байта. Поэтому, чтобы опять-таки выравнивать правильно, мне нужно следить за тем, чтобы после пролога функции, то есть после тех действий, которые выполняются в начале, у меня все равно был корректно выравниванный стэк. То есть вот тут у меня получается как? Неявным образом сейчас в начале работы функции func 4 на верхушке стэка лежит адрес возврата. Я могу его достать, если надо, но не обязательно. И получается, что это будет адрес в стэке будет завершаться на букву С. Можем это проверить, если запустим под отладкой. Так, давайте. Мы даже один интересный скомпилируем с отладочной информацией. Устанавливаю брекпоинт на функцию func 4 и запускаю программу. Вот два предыдущих printf выполнился. Я дошел до функции func 4. В строке 33 сработал брекпоинт на инструкцию sub16esp. И инспектируя значение регистров, я вижу, что у меня значение регистр esp моего указателя стэка оканчивается на C. То есть оно не выровняно на 16 за счет того, что я с помощью инструкции вот при вызове с помощью инструкции call добавил еще 4 байта. Ну, что нам нужно сделать? Нам нужно его тогда будет довыровнять. Самый простой способ его довыровнять. Это, опять-таки, что-то вычесть из регистра ESP. В нашем примере это будет 12. И очень важно, поскольку мы здесь его ESP из него вычли, перед выходом никто за нас это делать не будет. Мы его возвращаем обратно. Можете еще раз повторить, что 12 байта занимает? Почему мы вычитаем 12? Мы хотим... Смотрите, у нас ESP заканчивается на 16-ричной C. Чтобы ESP был бы корректно выровнен, 16 это... Адреса выровненные по 16, это 0 в конце, вот как здесь, например. Нам нужно, чтобы добавить, нам нужно добавить в стэк какое-то количество элементов, чтобы значение ESP стало... Последняя цифра, 16-ричная последняя цифра стало равной 0. И нам нужно вычесть C. А C это как раз 12. Например, я могу написать так. Давайте проверим. Почему, собственно, в начале ESP имеет C в конце? Потому что он был выровнен корректно до инструкции call. Инструкция call положила в стэк еще 4 байта. Соответственно, 0-4 будет C. Ну, смотрите, вот я инфорегистер или там X ESP. Вот и команда X, GDB, она inspect, она смотрит значение ячейки памяти по адресу 0-2C. Вот как раз мы видим этот адрес возврата. Возвращаясь сюда, собственно, вот он, вот он адрес возврата, хранящийся в стэке. Та точка, из которой я вызвал мою функцию FUN4. Адрес возврата завершается на C. Исполняя инструкцию SAP 12 или SAP 0-XC, я получил новые значения ESP, завершающиеся на 0, то есть корректно его выровняем. Все, после этого у меня вот этот некоторый условный пролог функции вернул корректное выравнивание стэка по границе 16 байт. И дальше я, собственно, с таким вот корректно выравниванием стэком дальше работаю. Это вот сейчас кажется достаточно искусственным, зачем это делать. Но сейчас, когда мы перейдем к аргументам и к стэковым фреймам, это будет более понятно. Так. Итак, вот пока я передал аргументы в подпрограмму. Как мне ими пользоваться из подпрограммы? То есть как мне изнутри подпрограммы обращаться к тем аргументам, которые были в нее переданы? Ну, давайте попробуем написать простой пример функцию, которая сложит два int, которые были ей переданы в качестве аргументов. аргументам, как-то так. фанк 5 неопределенно, давайте его определять. Для того, чтобы понять, как работает со стыком, с аргументами функции, нужно просто представить себе раскладку данных в стыке в тот момент, в который функция фанк 5 получает управление. Давайте себе представим. Вот мы знаем calling convention, мы знаем, как наша функция main передавала аргументы нашей функции фанк 5. Она в стыке выделила по крайней мере 8 байт, и сначала поместила в стэк значение параметра a, потом поместила в стэк, то есть стэк организован следующим образом в памяти, что с меньшими адресами находится параметр a, равный 1,2,3,4, большими адресами находится параметр b 47,47. Что произошло дальше? Вот пока мы здесь их просто поместили в стэк, и у нас esp указывает сюда. Что произошло дальше, когда собственно была выполнена инструкция в стэк был занесен некоторый адрес возврата, и указатель стэка был переставлен вот сюда. То есть теперь, в тот момент, когда у меня начала работать функция func5, у меня регистр esp содержит адрес, где в стэке хранится адрес возврата, а дальше непосредственно над ним в стэке находятся аргументы нашей функции, которые в нее были переданы вызывающей программы. То есть получается все очень просто. Просто esp это адрес возврата, он нам не нужен, а вот уже по смещению 4 у меня будет находиться первый аргумент моей функции, который, например, извлекаю в регистр IAX. По смещению 8 у меня будет находиться второй аргумент моей функции, который я, например, могу просто прибавить к регистру IAX. И регистр IAX у меня будет уже использоваться для хранения возвращаемого значения, моя функция просто завершает работу. Давайте проверим. MADB просто запущу MADB. Ну, собственно, получился 54.81. Наверное, да, это похоже на правду. Результат суммы двух аргументов. То есть работать с аргументами функции очень просто. Мы умеем работать со стеком как с массивом, и мы просто должны себе четко представлять, где в стеке находятся аргументы, которые были нам переданы вызывающей подпрограмму. Вот. Они находятся сразу же выше адреса возврата, и поэтому я к ним могу очень просто обращаться. А на что указывает адрес возврата? Адрес возврата содержит адрес в коде, на который должен вернуться процессор, когда исполняется инструкция возврата из-под программы. он указывает на какую-то точку в коде. А нам обратно смещаться не надо? Что? А, я все понял, не надо. Собственно, я здесь никак не работаю с адресом возврата, я это значение просто не использую. 4 и 8. Получается, что у меня первый аргумент находится по смещению 4, а дальше уже в зависимости от размера аргумента размер аргумента у меня может быть произвольный и 4 байта и 8 байт и какой угодно, если я буду передавать структуру как есть, я буду получать смещение к дальнейшим аргументам и так далее. По сути, вот так вот, фактически, я могу аргументы понимать, что это некоторая структура аргументов. то есть буду получать тот же самый результат. У меня может быть условно говоря структура аргумент который будет давайте даже лучше напишу который будет два поля например там и эту структуру например я могу там ее проинциализирую значениями 1,2,3,4,4,7,4,7 и например определив в качестве способа передачи параметра вот так вот давай ее я получу тот же самый результат то же самое то есть по сути способ когда я аргументы записываю непосредственно ну вот какой был до этого и способ когда я аргументы упаковываю в структуру с точки зрения calling conversion x86 он неразличим я могу моделировать передачу параметров записанных в аргументах просто их упаковав в структуру и передав в структуру структура будет скопирована структура передается по значению все там скопируется у меня получится что смещение а 0 смещение б от начала структуру 4 в точности будет совпадать с раскладкой аргументов в стеке если бы я их передавал отдельно по аргументу давайте на этом тогда сделаем небольшой перерыв 10 минут и продолжим в 11.05 так к чему мы пришли на самом деле в организации стека процессорного мы пришли к тому что у нас стек достаточно регулярно организован то есть у нас есть аргументы которые мы заносим в стек они могут быть хоть разного размера но все равно у нас аргументы присутствуют у нас есть стеки адресы возврата и у нас есть стеки локально сохраненные регистры ну и плюс в принципе каждая под программой может использовать стек по своему разумению храня в нем что-нибудь еще и у нас тогда при работе нашей программы возникает цепочка вызовов в стеке будут накапливаться адреса возвратов то что изначально помещается в стек с помощью инструкции call и там же у нас в стеке будут накапливаться аргументы плюс в стеке будут накапливаться какие-то там сохраненные регистры плюс локальные переменные и мало ли что мы зачем хотим сохранить поэтому имеет смысл организовать все это вот такую настоящую уже хорошо организованную цепочку структур называемых стековыми кадрами стек фрейм то есть мы логически представляем стек вызовов аппаратный стек стек нашего процесса как список стековых фреймов при этом из любого более позднего стекового фрейма мы можем возвращаться обратно наверх к более ранним стековым фрейм для чего полезны стековые фреймы ну во-первых они нам будут обязательно если мы хотим делать какие-то операции над элементами в стековом фрейме не в основном так сказать потоке вычислений самый характерный пример здесь исключение что у нас происходит когда в программе на C++ выбрасывается исключение нам нужно просмотрев стек вверх от текущей точки до функции main попытаться во-первых найти какую-то точку выше по стековым фреймам там где исключение данного типа может быть обработано это первое для чего нам нужно пройтись по цепочке вложенности а второе для чего нам нужно пройтись под цепочкой вложенности это потом уже чтобы аккуратно все завершить и вызвать деструкторы для всех локальных объектов то есть для корректной реализации языка C++ нам нужно какая-то организация уже хорошая такая вот регулярная организация цепочки вложенности регулярная организация стека которая именно нам дается с помощью структуры которая называется стековый фрейм плюс еще естественно что если мы хотим отлаживаться нам полезно иметь стековые фреймы да мы можем отлаживаться и без них но со стековым фреймом проще и последний случай когда нам может полезно быть стековый фрейм если мы хотим в нашей функции выделять какие-то массивы локально то есть правильно сказать работать со стеком внутри процедуры внутри подпрограммы заранее не зная какой размер стека нам потребуется то есть если мы ну что я здесь имею ввиду если мы в рамках своей функции вызываем только другие функции то компилятор прекрасно может посчитать какие смещения сколько нам стека потребуется и как у нас стек будет организован в каждый момент работы нашей функции и компилятор это делает в каждый момент нашей функции точно знает как у нас устроен стек за исключением ситуации когда вы начинаете в стеке выделять массивы переменного размера тогда компилятор уже не может это сделать вынужден пользоваться другими способами итак мы хотим организовать стеквизм в качестве некоторого списка. Для этого нам потребуется еще один регистр, помимо регистра ESP, который у нас используется просто как указатель стека. Нам еще потребуется регистр EBP, который мы будем использовать как адрес стекового кадра, текущий под программой. Что такое стековый кадр, текущий под программой, как он устроен? То есть структура стекового кадра следующая. Вот если мы возьмем, вот тут вот. Вот у нас некоторый стековый кадр, отделенный жирными линиями. Здесь формально адрес возврата и переданные параметры относятся к предыдущему стековому кадру. Мы можем вполне считать относящими и к текущему стековому кадру. Текущий указатель стекового кадра, EBP, указывает на адрес предыдущего стекового кадра. То есть точно так же, как мы работаем со списками, в списке у нас есть поле Next, которое содержит адрес следующего элемента списка. В стеке точно так же. Регистр EBP содержит адрес поля, в котором хранится предыдущее значение EBP, то есть адрес предыдущего фрейма. То есть предыдущий фрейм, который у нас уйдет вверх. Выше регистр EBP у нас хранится возвращаемый адрес точки возврата. Это то, что в стек помещается инструкцией call. Выше адреса возврата у нас находится значение параметров. Точно так же, как мы с вами с ними работали с помощью ESP. Ниже регистра EBP находятся сохраненные регистры. Еще ниже сохраненных регистров, возможно, находятся локальные переменные, если я их собираюсь определять. И, наконец, дальше уже нижняя часть такого фрейма используется для хранения, для помещения туда аргументов при вызовах под программ. Возможно, еще для каких-то локальных вычислений. То есть дальше там что-то еще хранится рабочее. То есть вот ключевые моменты каждого стекового фрейма, они следующие. Это указатель на предыдущий стековый фрейм, точнее, адрес предыдущего стекового фрейма, адрес возврата, параметры, они все находятся выше. И сохраненные регистры, и локальные переменные находятся ниже. Как с этим мы работаем? Ну, давайте я попробую написать теперь настоящую под программу, которая будет объявлять пару локальных переменных. Так. И попробуем понять, как у нас здесь будет устроен стек. Давайте, значит, у меня будет под программа func6. А вы скинете нам код? Да, напомните, нет проблем. Я его выложу. Func6. Что мы хотим от func6? Предположим, что мы принимаем в нем какой-то целый аргумент. int, то есть int, который я буду сейчас использовать в вычислениях. Что делается в первую очередь в программе, если она хочет реализовывать стандартный стековый фрейм? В первую очередь я сохраняю в стек регистр ЕБП. И дальше копирую текущее значение ESP в регистр ЕБП. Вот эти две инструкции встречаются настолько часто, что они на x86-32 вбитном называются стандартный пролог функций. Вот эта пара инструкций называется стандартный пролог функций, записанные именно в таком порядке. Если вы откроете какой-нибудь там сгенерированный код 32 вбитный, диссимулируете его, вы там сплошь и рядом в начале каждой подпрограммы найдете именно эту последовательность инструкции. Она и инициализирует стековый фрейм, который создается для новой, только что выставленной подпрограммы. Давайте посмотрим, как в итоге у нас будет выглядеть стек при выполнении таких операций. Итак, у нас есть некоторый аргумент a, которым мы передали. Давайте я сейчас напишу сразу же у нас func6. int a. который хранит значение 100500. где-то на стеке. Под ним находится адрес возврата. И такое состояние стека на момент, когда я попадаю внутрь функции func6. Вот стек. То есть ESP содержит адрес точки возврата, и ESP плюс 4 содержит адрес первого параметра. Что происходит дальше? Инструкция push.ebp сюда добавляет в ниже адреса возврата некоторое предыдущее значение ebp и ESP в итоге указывает сюда. предыдущее значение ebp, то есть оно имеет смещение 0. После этого адрес возврата имеет смещение 4. А первый аргумент имеет смещение 8. Поскольку мы ESP сдвинули, то и смещение у меня поменялось. Смещение у меня увеличилось на 4. Пока ebp не изменился, он пока у нас старый. Теперь я выполняю копирование значения ESP в значение ebp, в регистр ebp. Тогда у меня пока они равны, и ESP и ebp указывают на предыдущий ebp. Соответственно, предыдущий адрес возврата точно так же доступен, как 4 ebp. И первый аргумент точно так же теперь у меня доступен, как 8 ebp. Пока я могу обращаться к ним. И так, и так. У меня значения ESP и ebp равны. А дальше уже, после выполнения стандартного пролога функций, ну, давайте, например, я хочу сохранить все мои 3 регистра, скрэч регистра, прошу прощения, колесей в регистре, ebx, e-sign, e-di. Ну, сохраняю их. После выполнения вот этих вот 3 операций push у меня стэк приобретет такой вид. ebx, ну, pref ebx я напишу. Ну, да, это лучше saved написать. Saved esi, saved e-di. ESP указывает теперь уже сюда. ebp остался указывать сюда, он, естественно, после того, как мы его скопировали, он после этого не меняется. Соответственно, что у меня получилось? Какие смещения у меня будут относительно стэка? Теперь, чтобы обратиться к вот этому вот первому аргументу, я, получается, на 12 вниз еще сдвинулся, у меня, получается, уже смещение 20 ESP. Здесь 16 ESP. Здесь у меня смещение, получается, 12 ESP. Здесь смещение 8 ESP. Здесь смещение 4 ESP. Ну, и здесь просто ESP. Но то, что выше ebp, понятно, что его смещения относительно ebp не изменились. То есть адрес возврата по-прежнему 4 ebp, первый аргумент по-прежнему 8 ebp. Если я хочу работать с сохраненными значениями регистров, у меня будут отрицательные смещения. То есть это ebp старый просто ebp, находится по адресу ebp, минус 4 ebp, минус 8 ebp, минус 12 ebp. То есть у меня теперь значения ESP и ebp разошлись, но ebp фиксирован. Он никогда внутри функции меняться не будет. И таким образом, вот, ebp у меня получается, как вот такая вот постоянная точка, к которой привязан текущий стековый фрейм. Я всегда могу адресоваться к локальным переменным, и, возможно, там даже идти выше, используя адресацию относительно ebp. Адресацию относительно ebp используют сложнее, поскольку значение ESP у меня все время меняется. Хочу я вызвать какую-то подпрограмму, мне придется ESP менять, а ebp я менять не буду. То есть ebp, он этим и становится удобной, что его значение внутри регистров, внутри подпрограммы не меняется, и он всегда указывает на текущий стековый фрейм. Что у меня может произойти дальше? Допустим, я хочу выделить память под локальную переменную, под одну локальную переменную. Как я выделяю память? Точно так же, как я это делал выше, где у меня было резервирование места в стеке, просто вычитанием из какого-то размера и значения ESP. Я этим самым резервирую место в стеке и, по сути, этим самым выделяю память для локальной переменны. То есть sub, например, 4, ESP. Это, допустим, будет у меня int b, локальные переменные. Можно вопрос, пока мы начали пришли? Вот мы сохраняем значения ebp, ebx и остальных. Допустим, если в ebp у нас хранилось число 10, допустим, у нас в стеке появляется число 10. Да. Все, окей. Локальные переменные – все. Теперь я в стеке выделил место под локальную переменную. После вот этого вычитания четверки из регистра ESP, какая раскладка стека у меня получится? И дальше у меня будет локальная переменная int a. На нее будет указывать ESP. она будет находиться по смещению 0, а смещение относительно ESP всего остального увеличилось опять-таки на 4. Здесь уже будет 4, здесь будет 8, здесь будет 8, 12, 16, 20, 24. Обратите внимание, что смещение относительно ESP у меня опять поплыли. Но относительно ESP не изменились. То есть минус 4 здесь, минус 8, минус 12, и локальная переменная у меня будет находиться по смещению минус 16 ebp. И дальше я везде в рамках моей подпрограммы могу работать с локальной переменной по адресному выражению минус 16 ebp. Все, вот у меня, поскольку ebp нигде внутри моей подпрограммы не меняется, он фиксирован, то вот это вот смещение минус 16 на время работы моей подпрограммы будет тем смещением, по которому у меня размещается локальная переменная b. Что здесь мне еще осталось, наверное, сделать? Надо посмотреть, требуется ли мне как-то довыровнять стейк, чтобы он был выровнен по границе 16 байт для корректности. Сколько я здесь в итоге стейк нового занес? Адрес возврата, ebp в итоге 8, два регистра, сохраненных 16, еще один регистр и переменная сохраненная, это у меня получилось 24. То есть сейчас вот в результате вот этих вот, вот всего вот этого вот пролога, который у меня есть под программой, я уменьшил значение стейка относительно той точки, в которой выполнялась инструкция call, на 24 байта. И чтобы довыровнять его до 60-байтного выравнивания, ну, мне нужно его окончательно довыровнять. То есть я еще вычитаю 8 из ESP. Все. На этом пролог функций у меня сделан. получается ESP у меня будет указывать куда-то ниже, чем вот сюда у нас у меня будет указывать ESP. Смещение в очередной раз у меня изменились. Смещение локальной переменной стало 8. Соответственно, там 12, 16, 20, 24, 28. Ну и как раз смещение первого параметра стало 32, что правильно он у меня оказался выравнен. Но, опять-таки, еще раз, смещение относительно EBP не поменялись. По-прежнему у меня локальные переменные доступны по смещению минус 16, а первый мой аргумент А доступен по смещению 8. Что теперь я могу с этим всем делать? Все. Теперь в итоге всех этих операций у меня стэк подготовлен уже к тому, что я могу хранить там локальные переменные и там что-то еще вызывать. Ну, давайте я, например, вызову функцию scanf для того, чтобы считать значение в мою переменную B. Как это у меня будет записано в терминах работы со стэком? Так. У меня аргументы здесь займут размер 8. Ну, давайте я сразу еще 16. Сразу 8 из ESP вычту, чтобы было выравнивание по 16. Дальше. Что мне нужно запушить в качестве адреса переменной B? Адрес переменной B определяется выражением минус 16 EBP. Ну, тут там, что я могу сделать? Я могу, например, сделать так. move EBP IAX sub 16 IAX и push IAX. То есть, просто посчитать в лоб посчитать вот это вот выражение. Какое у меня будет EBP минус 16. Либо, наверное, могу сделать следующим образом, чуть проще. lea-16 EBP IAX. push IAX. То есть, теперь мне, на самом деле, чтобы поместить в стэк адрес переменной B, потребовалось 2 инструкции. Ну, ладно, 2 инструкции потребовалось. Бывает. Дальше я помещаю в стэк форматную строку и вызываю скамер. Форматная строка. Давайте. Что-то я сейчас буду написывать сюда. Форматная строка. Нужно сделать после того, как сканов отработает. Мне нужно не забыть почистить стэк после того, как, собственно, скан завершился. У меня размер аргументов 16. Собственно, я их обратно возвращаю. Таким образом, прибавляя значение 16 к значению регистра ESP, я выбросил все те аргументы, которые мной уже, этой же самой подпрограммой, были занесены в стэк перед вызовом функции сканер. Так. Все. Что я могу еще делать? Давайте я просто сложу, что ли. Вот так я делал. То есть, я теперь знаю, что у меня минус 16 EBP это считанное значение переменной, B и там 8 EBP это тот аргумент, который я получил. Например, так. все. У меня теперь в регистре Ix посчитан результат. Ну и этим, собственно, вот это вот две содержательные части моей подпрограммы. Теперь нужно все сделать в обратном порядке. Вот все те подготовительные операции, которые я делал здесь, мне нужно выполнить в обратном порядке, вернуть стэк в исходное положение и завершиться. То есть, что я здесь делал, если будем смотреть обратно? Я вычел 8 и вычел 4. Ну, то есть, точно так же я могу прибавить 8, прибавить 4 или сразу прибавить 12. А что значит, что мы вычитаем 8 и вычитаем 4 из ESP? Это же просто переменная какая-то добавляет, что ли? Ну, вот вы тут написали под 1 int b, почему у нас возникает при вычитании. Я, тем самым, вычитая 4 из ESP, я зарезервировал 4 байта на стейке, которые будут использоваться для локальной переменной, ну, условной b. то есть, локальные переменные у меня размещаются именно так. Под них резервируется место на стейке. И дальше вот этот вот второй sub, который я вычитаю 8, это, он добавлен для того, чтобы выровнять ESP, чтобы ESP стал кратным 16 байт. Потому что тут из всего, что я тут сюда в стек заложил, у меня получилось, что мне нужно еще 8 вычесть, чтобы ESP стал правильным. Так, собственно, удалил все локальные переменные, почистил стек от локальных переменных и от выравнивания. Теперь восстанавливаю значение регистров в порядке EDI, ESA, EBS в обратном порядке. И последнее, что мне осталось сделать, это вернуть обратно регистр EBP. Собственно, POP EBP RET. Вот этой инструкцией в EBP вернулось предыдущее значение регистры EBP, и таким образом, можно сказать, что полностью уничтожен фрейм вот этой текущей подпрограммы, которая была вызвана. Ну и RET возвращает уже управление в точку вызова. То есть, вот как здесь на этом рисунке. Вот POP EBP последний, вот этот стековый фрейм, ну скажем так, совсем уже уничтожает, возвращает EBP на предыдущий стековый фрейм. После чего выполняется инструкция RET, и мы возвращаемся в ту точку, откуда были вызваны. Ну, можно только проверить, все ли правильно я написал. Так, вот 5081 предыдущие, ввожу 1, да, действительно получил 100501. Ввожу 100, 100600, то есть, вот как у меня было в коде написано, моем, то есть, вот эта вся функция, которая здесь вновь написана, она вызывает scanf и прибавляет и то значение, считанное scanf, оно прибавляется к аргументу и итоговая сумма возвращается. В мой main, соответственно, аргумент вызывается 100500, к нему прибавляется считанное значение, оно печатается. То есть, именно то, что я здесь хотел и сделать. вот это пара инструкций обычно называется стандартный эпилог функций, а дальше вот у меня собственно тело функций, сохранение регистров, содержательный код, восстановление регистров и завершение. и отсюда на самом деле понятно, вот, почему у нас локальные переменные изначально содержат мусор и что это за мусор. По сути, вот, определение локальной переменной в программе на C, оно превращается условно говоря вот в одну операцию изменения указателя стека. При этом изменение указателя стека никак не затрагивает то значение, которое сейчас лежит в стеке. Тот мусор, который там был, он и будет рассматриваться как начальное значение моей локальной переменной b. Если я хочу это значение как-то проинициализировать, если я хочу написать int b равно 0, то дальше вот после того, как я весь свой стек подготовлю вот так вот здесь я уже могу в явном виде например написать 0 минус 16 e.b. То есть вот это будет инициализация обнуления локальной переменной. То есть выделение места в стеке отдельно, инициализация отдельно. Две инструкции для этого потребуются. так. Таким образом у меня что получается? Все весь стек представляет собой связанный список стековых фреймов, и я некоторым организованным образом, используя регистр ebp, работаю с тем, что у меня хранится в текущем фрейме, ну а кроме того, у меня всегда есть возможность, если я захочу, перейти во фрейм выше, потом еще в предыдущий фрейм, еще в предыдущий фрейм, и, условно говоря, дойти до точки входа, до функции main, до самой верхушки динамического стека моей программы, если мне это зачем-то надо. использование регистра ebp, оно не является обязательным, в принципе, вот в этом случае, который мы сейчас рассмотрели, компилятор может посчитать все смещения, которые ему нужны для адресации всех элементов программы и аргументов функций и локальных переменных относительно регистра ESP. Мы видим, что это возможно, только смещения постоянно меняются. Да, у нас есть, всегда мы можем посчитать смещение, но оно постоянно меняется. Смещения относительно ebp фиксированы, и в этом смысле ebp, наверное, будет удобнее. Но недостаток ebp в том, что это все-таки целый регистр мы используем для стекового фрейма, а регистров у нас и так может не хватать. То есть в некоторых, например, если нам нужно оптимизировать ну очень хорошо, наверное, в таких случаях имеет смысл использовать опцию компилятора GCC, Amid Frame Pointer, который не будет генерировать код функции, использующие регистр ebp для организации стековых фреймов, а будет напрямую работать со стеком с помощью индексации относительно регистра ESP. есть ли вопросы здесь потому, как в типичной программе организовывается управление стеком? А стек надо выравнивать перед вызовом следующей функции? да, у нас в момент вызова каждой функции у нас стек должен быть корректно выравнен. Понятно. Спасибо. Так, оно может здесь получается достаточно громоздко, но вот эта вся идея, она совершенно точна, вы ее найдете, если вы посмотрите сгенерированный код, просто возьмете какую-то функцию, которая манипулируется локальными переменными, сгенерируете код ее на языке ассемблера. Возможно, что компилятор что-то разместит в регистрах, но если он не разместит переменную в регистрах, он будет поступать точно так же, как здесь показано в этом примере программы. Так, вот как раз рассмотрели. Ну и вот еще одна картинка, как у меня будет устроена стековый фрейм в каком-то конкретном случае, когда у меня есть и параметры, и некоторые локальные переменные. Здесь ничего не сохраняется, поэтому локальные переменные адресуются как ebp-4 ebp-8 параметры функции адресуются как ebp-8 плюс 12 плюс 16 и так далее. Если я буду переливать какие-то long-long параметры, они в стеке займут больше места, поэтому и смещение параметров у меня тоже изменится. когда нам еще полезно использовать регистр ebp для организации стековых фреймов? Если я хочу, как я уже упомянул, на стеке выделить какой-то массив того размера, который мне неизвестен заранее. Например, вот в этом наш пример. я здесь считал с помощью сканфа некоторое число и что мне нужно сделать, если я хочу, например, определить локальный массив. Что мне нужно сделать, если я хочу, например, int rb. вот такой массив, размер которого задается считанным значением. Такой массив переменного размера. Вот для этого что мне нужно? Посчитать его размер, то есть b получается b умножить на 4 и можно это будет записать наверно вот такой конструкции. Вычисляем размер. значит move минус 16 eb b x умножаем на размер, то есть сдвигаем его на 2 бита. этим самым я посчитаю размер моего массива в байтах. Что мне нужно сделать дальше? Самый простой вариант sub ix esp я в стеке зарезервировал место такого размера, который мне до этого был неизвестен. Единственное, что мне будет правильно сделать, это еще его довыровнять до границы кратной 16 байт. То есть сделать массив, чтобы он имел размер кратной 16 байт. это как делать? вот этот вот код фрагмент на ассемблере у меня выделяет локальную память на стеке. Что теперь после этого я не могу делать? Вот это у меня потеряло смысл, потому что вот здесь у меня на стек заехало что-то неизвестного мне размера. Как мне поступить в этом случае? У меня есть фиксированное значение EBP. То есть я что могу сделать? Я могу взять значение EBP и вычесть из него, то есть вернуться к конфигурации, которая у меня описана здесь. EBP сколько минус 12? все есть спрашивание в чем смысл вот этого кода? Он написан не очень хорошо, но подумайте сами, как можно его оптимизировать. Нет, он написан правильно, но чуть лишняя инструкция есть. Смысл этих трех инструкций в том, что они разом уничтожают все то, что у меня было в стеке, что я в стеке насоздавал ниже точки сохранения последнего регистра EDI. То есть я таким образом стек регистр ESP принудительно устанавливаю вот сюда. Вообще не заботясь ни капельки о том, какие правильные смещения мне нужно прибавить к ESP, чтобы получить правильный стек. просто беру восстанавливаю значение стека из регистра EBP. После чего восстанавливаю все мои три регистра, восстанавливаю EBP и совершаю программу. Вот это, наверное, самый сложный фрагмент, который у меня может возникать при работе с локальными переменными, когда у меня возникают локальные переменные неизвестного заранее мне размера. Тогда мне все-таки регистр EBP будет полезен, я вряд ли без него смогу обойтись для того, чтобы опять-таки иметь фиксированное значение на все время работы моей программы. И примерно так, вот все есть функции аллака, типа стандартной библиотечной функции, все есть выделение массива переменного размера на стеке, вот как здесь показано, и работает это вот так же, как показано здесь, то есть буквально из указателя стека вычитается нужное значение. Чем хороши локальные вот такие вот таким образом локальные переменные? Выделение их очень быстрое, быстрее, чем вот такая вот конструкция или быстрее, чем вычитание значения ESP невозможно сделать. Это самое быстрое выделение памяти, которое в принципе у меня бывает в моей программе. И освобождается оно тоже очень быстро, просто выкидыванием их из тека соответствующим изменением значения ESP. То есть это очень быстрое выделение, очень быстрое освобождение. А минусы, что если очень большое пространство для локальных переменных в моей подпрограмме, у меня стека может не хватить. То есть сложно контролировать нехватку памяти из-за ограниченного размера стека. Но очень быстро. поэтому правило, если переменные или структуры или там какие-то данные имеют относительно небольшой размер, то намного эффективнее их выделять именно в стеке, то есть как локальные переменные, а не как элементы на куче с помощью молока или new. И молок и new они по сравнению с этим выделением на стеке очень медленные. Итого на самом деле мы с вами рассмотрели все три варианта, как в программе на C или на C++ могут выделяться переменные. Это глобальные переменные, которые мы просто аллоцируем в исполняемом коде программы в секциях data или bss с помощью просто объявлений данных .int .aski или что-нибудь. под глобальные переменные память выделяется даже еще при компиляции программы. Они условно говоря загружаются в память сразу же с загрузкой программы и находятся там все время пока программа работает. Это глобальные переменные. Второй тип выделения это выделение в динамической области. Для этого нам требуются функции malloc free или new delete. Это все уже реализуется средствами стандартной библиотеки с управлением памятью. И минус тот, что нам нужно вручную не забывать освобождать нашу динамическую память. И третий тип выделения памяти под локальные переменные это стековые автоматические или по-другому называется автоматическая память. Выделяется она по сути с помощью вычитания необходимого размера из значения регистра стекового поинтера ESP удаляется она прибавлением стекового поинтера то есть очень быстро выделяется и освобождается минус то что время жизни ограничено то есть когда мы завершаем подпрограмму мы автоматически уничтожаем все локальные переменные и минус то что у нас стек имеет ограниченный размер вот три класса памяти глобальные автоматические и динамические несколько слов о calling conventions для 64-битной архитектуры она посложнее если для 32-битной архитектуры ну там у нас мы всегда аргументы передавали на стеке мы единственное что мы следили только за тем чтобы он был хорошо выровнен но просто все тупо копировали стек то для x64 что хорошо на самом деле часть аргументов передаются на регистрах а именно первые шесть аргументов любой подпрограммы они будут передаваться на регистрах RDI RSI RDX RCX R8 R9 вот в этом порядке то есть первый аргумент передается в RDI второй аргумент RSI дальше RDX RCX R8 R9 если аргументов целых или указательных больше чем шесть или там структуры которые после этого не помещаются в регистры дальше уже используется стек точно так же как он использовался в случае x86 с единственным отличием что стек на 64-битной архитуре тоже 64-битный и минимальная единица стека с которой мы можем работать это 64-бита кроме того floating point значения точно так же предпочтительно передается в регистрах это регистры xMM о них мы чуть попозже поговорим если не хватило места в регистрах они дальше тоже начинают передаваться на стеки возврат значения не отличается то есть RAX для 64-битных и менее значений RAX и RDX для 128-битных значений еще xMM0 для floating point тоже об этом вернемся регистров которые должны сохраняться в случае изменения их естественно стало больше поскольку у нас в целом стало больше регистров 16 вместо 8 Scratch регистров тоже стало больше то есть у нас 7 таких регистров и получается 8 таких регистров стеклаймент для 64-битной архитуры остался прежним 16 байт и кроме того добавлено некоторое такое понятие как красная зона это 128 байт ниже текущего указателя стека регистр и RSP которые не могут модифицироваться то что правильнее будет то что можно сказать асинхронно то есть не могут модифицироваться без ведома вот моей работающей программы всякими там обработчиками прерывания обработчиками сигналов то есть такими такими ивентами которые приходят асинхронно тогда когда о них моя программа не знает об этом тоже поговорим уже в соответствующей разделе курса красная зона нужна если я хочу делать локальные переменные просто чтобы еще не заводить регистры не модифицировать RSP не заводить регистр RBP чтобы просто упростить работу с локальными переменными в случае когда у меня функция листовая листовая функция называется функция которая ничего никаких других функций не вызывает который просто что-то отрабатывает и завершает свою работу и единственное что я здесь забыл написать некоторое примечание что для функции с переменным числом аргументов в RAX должно содержаться в RAX в RAX чтобы чтобы это проиллюстрировать main2 давайте заведем или main64 в RAX функция 4 функция 4 функция 4 я уже будешь на 4-битный код что я хочу сделать давайте я просто попробую высвать функцию printf соблюдая у нее calling convention то есть у меня будет форматная строка например процент процент с процент процент здесь у меня хранится первый аргумент дать попробовать подготовить аргументы для вызова функции printf первый аргумент мне нужно передать в регистре rdi хорошо второй аргумент мне нужно передать в регистре третий аргумент мне нужно передать в регистре rdx скажем 10 и четвертый аргумент мне нужно передать в регистре rdx у принтер все стек вообще здесь никак не затронут все регистры у меня являются scratch регистрами сохранять я их никак не обязан даже здесь ничего со стеками нужно манипулировать все моя функция решается давайте попробуем заработать лет у меня не заработала а а почему она не заработала а именно по тому же самым последним пункт мне нужно обновить регистры функция printf это функция с переменным числом аргументов и поэтому в регистре rdx мне нужно передать количество аргументов с плавающей точки которые у меня нет я в регистре ну там не rdx а младший 8 байт но не важно то есть я должен не забыть обнулить rx перед вызовом printf и тогда у меня будет все хорошо вот пример работы с 64-битным кодом который calling convention для 64-битного кода сразу же говоря о 64-битном коде я могу его чуть чуть улучшить с точки зрения 64-бит у меня в 64-битной системе команд появился новый метод адресации этот метод адресации называется относительно и я могу вычислять значение вот этих вот адресов обращения к памяти не так как вот они у меня прописываются константой а смещениями относительно моего регистра rdx то есть выглядит примерно так и 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 в чем разница первого варианта и второго варианта мы с вами тогда чуть подробнее разберем когда посмотрим что такое позиционно независимый код и как его использовать вот такой код он будет лучше для 64-битной архитектуры лучше использовать его и получать адреса каких там глобальных переменных именно с помощью метода адресации относительно и относительно регистра rdx то есть относительно текущего счетчика вот пример еще раз повторю вот пример следования calling conventions для x34 ну то есть да поскольку у нас регистров стало больше то и в каком-то смысле calling conventions стал лучше и стал удобнее нам меньше меньше здесь вообще никак не затрагивается память то есть никаких обращений в память не происходит ничего я стек не кладу просто подготавливаю результаты и вызываю функцию print единственное что в x34 сделано не очень понятно зачем что все таки инструкция call она затрагивает затрагивает память она затрагивает стек заносят адрес возврата и чтобы быть совсем корректными чтобы иметь корректно выровненный стек нам все равно здесь придется еще его выровнять быть вычив еще нехватно не застающие 8 чтобы я расскажу чтобы стек был корректно выровнен по границе 16 байт но обратите внимание что 8 потому что у меня это 64 битная архиттура все указатели стали 8 байт нами rsp rbp все они 8 байтами то есть 8 плюс 8 как раз больше адреса азарта занял 8 ну и 8 я использую для выравнивания собственно вот так если у вас какие то вопросы какие то предложения замечаний почему на 8 сущенки вы сказали что у нас не надо выравнивать стек что сказали что не надо выравнивать стек когда я сказал я сказал что линокс не требует но вообще говоря другие архитуры могут требовать то есть на макосе у вас текфолд будет если стек выравнивать поэтому лучше всегда выравнивать по 16 будет выравнивать так же по 16 это у меня 8 байт в стеке занимает адрес возврата и я просто еще 8 байт вычитаю чтобы сделать корректное выравнение корректное 16 байтное выравнение хорошо так на этом вот такая достаточно сложная тема а именно calling conventions и передача параметров в принципе закончена и дальше у нас есть такие разные мелочи которые затрагивают разные моменты процессорных архитур и набор инструкций которые я сейчас тоже быстро начну рассматривать то есть в целом основы мы с вами уже посмотрели и вы можете уже с вами очень хорошо понимать что происходит в сгенерированном коде calling conventions вот они работа со стеком вот она инструкции есть регистр общего назначения есть этого уже достаточно ну и всякие остаются всякие мелочи которые признаны чтобы лучше понимать так давайте посмотрим как мы можем работать с 64 битными целыми здесь имеется ввиду работа с 64 битными целыми на 32 битной архитуре если мы рассматриваем 64 битную архиттуру там точно так же мы будем работать со 128 битными целыми или же на самом деле мы можем точно так же работать аналогично с целыми числами произвольной битности составляя их из из целых чисел той битности которые у нас поддерживаются процессором в чем здесь нюансы собственно у нас опять таки все для длинных чисел у нас все по сути есть у нас есть флаги в частности у нас есть флаг cf который во многих случаях содержит собственно бит старший бит получаемого результата то есть когда у нас выполняется сложение то флаг cf содержит собственно ну 33 бит результата который нам был получен и все что нам осталось нам нужно научиться правильно с ними манипулировать как мы это можем делать 64 битное число мы не можем обработать за один раз еще раз повторюсь что это я говорю сейчас 32 битной архитектуре поэтому мы должны его хранить в паре регистров и по соглашению обычно у нас есть пара регистров яx и edx в яx храним младшую часть в edx храним старшую часть логическая операция с ними все просто там у нас есть побитые они поэтому я могу их независимо делать и для младшей и для старшей половины сложение в чем особенность сложения если я буду сложение распространять на числа состоящие из нескольких слов я складываю младшую часть получаю результат младшая часть а помимо этого у меня еще в регистре cf по сути остается бит переноса то же самое с вычитанием я вычитаю младшую часть и у меня в регистре cf в результате вычитания младшей части останется заем то есть нужно мне брать единичку из старшей части или не нужно брать то есть одно отдельное вычитание или одно отдельное сложение оставлять оставлять нам флаг cf который нам нужно использовать в качестве еще дополнительного слагаемого или дополнительного вычитания вычитаемого для более старшей части стола и тогда все выглядит очень просто вот пусть у меня переменная некоторая а лежит в паре регистров я ах еда x например переменная b ну например лежит в паре регистров esi edi для удобства тогда чтобы выполнить операцию a плюс равно b то есть к переменной a добавить значение переменной b мне что нужно сделать я сначала складываю младшей части add d esi прибавляю в яx в итоге у меня в яx будет младшая часть результата и флаг cf будет равен нулю если переноса не было и единички если перенос был и все что мне нужно сделать это использовать специальную инструкцию adc которая как раз эту единичку то есть точнее сказать будет значение флага cf будет использовать в качестве дополнительного слагаемого помимо вот тех моих двух edi и edx то есть это у меня получается edi x плюс равно edx а это у меня получается edi c а это получается edx плюс равно edi плюс cf и если у меня число состоит не из двух 32 битных значений а из большего числа 32 битных значений точно так же повторяя использование adc я могу складывать все старшие части то есть вот тут вот у меня снова получился бит переноса я могу этот бит переноса использовать еще 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 так вот цепочкой нанизывая инструкции adc для сложения всех последующих частей вычитание полностью аналогично умножение и деление ну как подумайте сами как можно попробовать реализовать умножение 64 битное с помощью умножения 32 битных напомню что 32 битное умножение оно уже дает 64 битный результат в паре регистров EXEDX ну а дальше мы можем в принципе вот так вот умножая по частям получить полностью 128 битный результат полностью получить например можно вопрос да почему у нас второй long long хранится от ESE до EDI потому что я так захотел а то есть мы так сохранили да то есть все здесь произвольные регистры ну просто по соглашению очень часто получается так что 64 битные 64 битные значения у нас либо попадает в регистрах EXEDX либо там MULL например его там оставляет в рете нужно его туда класть а в принципе все регистры произвольные а что CF означает у нас что CF вот это написали EDIP CF CF это значение флага C флага CF который мы с вами рассматривали в прошлый раз который равен единичке если результат непредставим то есть не попад ну если произошло беззнаковое переполнение при сложении двух беззнаковых значений то есть бит он еще называется carry флаг то есть бит переноса так это сложение вычитания чтобы сделать умножение деления умножение можно сделать самим попробуйте ради интереса это несложно деление нужно уже делать обычно это делается в стандартной библиотеке специальными функциями которые там пытаются быстро поделить два длинных числа используя какие-то кусочки деля короткие деления и последнее что важно ну последнее что можно заметить это сдвиги со сдвигом ну что значит что мы хотим сдвинуть 64-битное значение у нас есть 2 32-битных половинки получается то что мы выдвигаем из младшей половинки должно попасть в старшую половинку это при сдвиге влево а при сдвиге вправо наоборот то что мы выдвигаем вправо из старшей половинки должно должно попасть влево в младшую в половинку здесь nomad есть несколько вариантов реализации Наиболее типично сейчас при таких вот больших, при сдвигах 64-битных значений тоже будет пара инструкций. Специальная инструкция сдвига shift-двойной сдвиг, sshld или sshrd, и дальше обычный сдвиг. В чем смысл вот этой вот инструкции shift-left-d, sshld? Как она будет работать? У меня есть регистр edx. Он будет сдвинут влево на 7 бит. Так, я дать снижу. Shift-d, ix, 7, edx. Как это я могу все расписать? Во-первых, edx просто сдвигается влево на 7 бит. То есть старшие 7 бит у него теряются, а младшие 7 бит у него обнуляются. И нам теперь нужно откуда-то взять, вот в младшие 7 бит, недостающую часть из старших 7 бит регистра ix. И именно это делает инструкция shift-ld. То есть второе действие, которое происходит, это к edx прибавляется, ну, то есть по битву прибавляется, ну, словно говоря, так напишу. ix сдвинутый вправо на 32 минус 7. То есть смысл этой конструкции, что 7 старших бит регистра ix переносится в 7 младших бит регистра edx. Получается, что вот такая вот инструкция как раз у меня получила новое значение регистра edx, которое уже будет результатом. Ну, а с младшей частью все как обычно. Здесь обычный shift прекрасно работает. Сдвигая на 7, яx. Младшие 7 бит яx, соответственно, обнуляются. Старшие 7 бит теряются. Но поскольку старшие 7 бит уже уехали в edx с предыдущей инструкции, все нормально, у меня результат вычислен правильно. Это использование специальных инструкций сдвига, пример. Точно так же shift ld я могу использовать для любого сдвига. Даже если у меня не 64-битное значение, а значение любой битности больше, чем битность моего слова. Тоже я начинаю со старшей части. То есть обратите внимание, что при сложении я начинаю с младшей части, при сдвиге влево я начинаю со старшей части. И двигаясь последовательно к младшей части. При сдвиге вправо будет наоборот. Я буду начинать с младшей частью, младшую часть сдвину вправо. Инструкция SHRD. Потом среднюю часть, потом буду обратно. Ну, условно говоря, так. E-DX 7AX сдвинул регистр E-DX на 7 бит вправо. И в качестве старших 7 бит добавил младший 7 бит регистр E-DX. И SHIFT-RIDE до 7. Вот тут вот будет такая последовательность. Используется та же самая инструкция двойного сдвига, но мы здесь идем от старшей части к младшей. И так далее. То есть так вот можно реализовывать арифметику быстро. Причем реализовывать арифметику произвольной битности. Единственная проблема, как я уже сказал, у нас будет возникать скорее с делением. Потому что делить, да, делить придется медленно. Все остальные операции, они очень хорошо выражаются в теременных операциях с меньшим числом бит. И здесь все будет очень быстро. Ну и на самом деле, конечно же, хорошо оптимизированные библиотеки, там типа GMP, думал, это был Precision, которые работают с числами произвольной битности. В своей реализации они все внутри используют очень хорошо вот такие разные ассемблерные ставки для того, чтобы все это делать быстро. Конечно же, делается не на уровне языка C, а скорее всего уже на уровне хорошо оптимизированного ассемблера. Так, ну, давайте, есть ли у вас вопросы? Вот вопрос про знаковую сумму. Допустим, например, если мы хотим проверить, есть ли какое-то переполнение при знакомом сложении 64-битных. Так? Ну да, 64-битных чисел. Ну, хорошо, вопрос в чем? Ну вот, как, например, понять, есть ли переполнение, если мы сложили два 64-битных знаковых числа? Ну, смотрите, на самом деле, вы ответ на этот вопрос можете дать сами, зная, что у нас происходит с флагами CF и OF. Нужно ли нам как-то учитывать OF для младшей части? Нужно ли нам как-то учитывать OF для старшей части? Ну, тут, собственно, попробуйте подумать сами. У нас есть флаг OF, который, собственно, отвечает за знаковое переполнение. Можно мне еще вопрос тогда? Вот мы сдвигаем из старшего влево. Он что, в младший разве переходит? Он должен вообще... Потеряется? Потеряется? Ну, про что сейчас говорить конкретно? Ну, вот у нас старший EIX, да? Мы сдвигали на 7 влево. EIX младший. А, это младший. Всегда в паре EX-EDX, EIX младший, EIX старший. Ну, мы сдвигаем EDX на 7 влево, правильно? Да. Ну, тогда он должен исчезнуть, а не перейти младший. А он переходит младший. Старший бит исчезает, а младший 7-бит регистры EDX будет взяты из старших 7-бит регистры EIX. Ага. А если мы из EDX вправо на 7, то это как раз EIX переходит? Ничего не переходит. Нет, оно так не работает. Если мы вправо сдвигаем, то мы... Вот здесь вот смотрите. Мы вправо сдвигаем сначала младшую часть. Из нее берем... И в нее в старшие 7-бит выдвигаем младшие 7-бит старшей части. Они автоматически не переходят. То есть тут вопрос в том, какие значения мы помещаем на освободившиеся биты, освободившиеся в результаты биты сдвига. Поэтому нам нужен другой регистр, из которого мы будем брать младшие или старшие биты, соответственно. Да, я понял. Спасибо. Хорошо. Собственно, все, наверное, тогда на сегодня. Так. Спасибо за внимание. Спасибо за лекцию. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...